Всем привет! Вы смотрите Ирасик. Скажите, бывает ли такое, что от скуки просто деться некуда? Конечно же бывает. И сейчас мы даже расскажем, что в таком случае делать. Если вы следите за новостями в мире, то обязательно будете знать, что происходит с экологией. Одна из глобальнейших проблем современного общества – проблема экологии. Мы должны сделать все, чтобы сохранить нашу планету чистой и здоровой. Ребята из седьмой школы носят свой вклад в это дело и своим примером вдохновляют других. Заглядывая в класс ребят, можно заметить одну особенность. Практически в каждом кабинете стоит коробка с яркой надписью «Макулатура». Они, кстати говоря, не пустуют, а пополняются каждый день. Мы все в школу, по всем классам ходим, спрашиваем, есть ли макулатура, ненужные листы. Все, что дома остается, и собираем, и отвозим в специальное место, там, где принимают макулатуру. И на собранные деньги покупаем корм и все, что нужно бездомным собакам. Во-первых, планета уже и так достаточно загрязнена. И экология очень важна, потому что мы живем на этой планете, и потому что для нас важно быть в чистоте. Мы уже знаем, чем мы дышим, что мы едим. Мы недовольны атмосферой, которая нас окружает. Мы недовольны качеством еды, мы недовольны тем, что происходят различные катаклизмы, что много очень уходит вещей, продуктов вот так вот в ничто, в никуда. И слишком много ресурсов мы берем и природы, и вычерпывать бесконечно невозможно. Надо как-то что-то компенсировать, надо бережно относиться. В конце концов, человек – это часть природы, мы это все знаем. Сюда можно приносить ненужные газеты, журналы и тетради из дома. А можно и во время учебы закидывать ненужные листики и бумажки. Я считаю, что если мы не будем заботиться о экологии, то моря и океаны будут загрязняться, и будет не такой чистый воздух, как, например, сейчас, будет более загрязненный. Вот я, допустим, могу ходить по кабинету, спрашивать, мог ли кто-нибудь сдать макулатуру. Мне дают листики, я кладу их в коробку, предназначен для этого. Без экологии не будет нашего мира. Последние два года мы узнали о существовании волонтерских групп, которые помогают бездомных животных. Подбирают, пристраивают, лечат. Все это, естественно, на пожертвование, потому что, к сожалению, государственной поддержки нет. У нас в республике один-единственный приют, и он в очень плохом состоянии. А то, что обещали построить новый приют, их пока нет. Это пока только в проекте. Примерно год назад, уже почти два года назад, был принят закон об ответственном отношении к животным. Но подвижек пока мало. И вот, к сожалению, все это только на плечах волонтеров. И вот мы решили собирать макулатуру, и деньги, которые мы выручаем, мы перечисляем вот этим вот группам. То есть, как бы, и помогаем волонтерам, и помогаем сохранить экологию. Вот так вот. Мы акцию эту проводим регулярно. Ну, как получается, примерно раз в четверть. Любой вклад в общее дело будет полезен. Раз в несколько месяцев все коробки опустошаются, и собранный материал сдают в специальные приемники. Но вырученные деньги не пропадают просто так. Весь доход школа отправляет в различные приюты для собак. Либо же закупаются корм, миски, игрушки. В общем, все, что нужно этим маленьким существам. У нас стоит коробка, в которой мы собираем макулатуру. И во многих кабинетах тоже. И если мусор какой-то, бумаги, то лучше туда выкинуть. Вся школа собирает нашу макулатуру, и увозят, и макулатура помогает собачкам. Классы какие-то очень активно принимают участие. Например, один восьмой класс, они вот сейчас собрали 500 килограмм. Один класс. Если преподаватели как будто тут толчок, и эту работу организуют, дети очень быстро подключаются. Вот, например, у нас во многих кабинетах уже поставили вот такие вот коробочки, пакеты, и туда бумагу не нужную, черновики всякие, обрывки бумаги. Дети уже не выбрасывают в мусор, а складывают тут макулатуру. В учительской мы поставили такую вот коробку. Ну, это экологическое воспитание называется. Пусть это маленький там какой-то пакетик принесет ребенок, но он дома тоже не выбросил бумагу. А он ее собрал, и она пойдет на пользу. Она не будет мне тяжей на помойке. Иногда ученики тоже посещают такие приюты. И тогда перед животными невозможно устоять. Они же такие милые. Во время каникул я тоже решила собрать макулатуру. Надеюсь, и вы ко мне присоединитесь. Анна Гомоонова специально для программы «Райзер». На досуге можно выбрать себе какое-нибудь интересное хобби. Например, мультипликация. Это невероятно сложный трудоемкий процесс. И далеко не у каждого получится. Но если постараться, то все возможно. И наша героиня смогла. Недавно проходил полуфинал Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена». В нем участвовали представители Северной Осетии, которые достигли больших успехов в разных областях науки и искусства. Сегодня мы познакомим вас с безумно классной и очень талантливой девочкой. Многим людям страшно признаваться в любви. А я вот возьму и открою свои чувства. Я люблю рисовать. Не скучаю занимаясь академическим рисунком и живописью. Мне кажется, что любой человек, желающий связать свою жизнь с творчеством, должен получить базу, на которой все строится. Классическое образование. И потом, это ведь очень интересно. Привет, Злата. Привет. Как ты поняла, что хочешь быть мультипликатором? Ну, я как-то с самого начала знала, что профессия должна быть связана с творчеством. Я потому что занималась и танцами, и в театралку ходила, и на рисование. Но вначале хотела быть дизайнером одежды, даже вот готовилась, ходила на курсы, к вузам присматривалась. Но потом я прочитала одну статью, она была посвящена одному японскому аниматору. И как-то вот так все завертелось, закрутилось. Одна статья за другой. И вот прям эта профессия загорелась, стала больше ее изучать. И вот я уже готовлюсь на мультипликатора поступать. Где бы ты хотела обучаться этой профессии? Ну, хотя многие не оценивают, но для меня город мечты — это Питер. Мне нравится эта атмосфера, вот там вот, не знаю, вот лично для меня это просто супергород. И самый вот лучший вуз в России, который вот обучает, это Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна вроде. Там бешеный конкурс, но я очень хочу туда поступить, прям безумно. Готовлюсь. Что интересного можешь рассказать о профессии мультипликатора? Для меня как бы профессия вся целиком интересна. Но если какой-то вот интересный факт именно сказать. Знаешь, вот на экзамене, который принимают у мультипликаторов, там есть такое задание, что нужно на какую-то пословицу или крылатое выражение нарисовать небольшой аниматик. Ну, вот пару секунд буквально. Ну, так вот, бывает наоборот, что мультипликаторы придумывают крылатые выражения. Ёжик в тумане, вот, ну, это стало уже таким крылатым выражением, означает какой-то потерянный человек. А этот мультфильм снял Юрий Нордштейн, и я сейчас коплю деньги, потому что очень хочу попасть на его онлайн-курсы. Так вот, так получилось, что аниматор придумал выражение, а не анимировал его. Забавная история. Злата живет в Осетии. Ей 15 лет, и она очень интересная личность. Она давно занимается в художественной школе «Синий ветер», а в будущем планирует стать мультипликатором. Это необычно, потому что сейчас чаще всего можно встретить одних медиков, юристов и экономистов. Приятно то, что еще не все творческие люди исчезли в Осетии. С восторгом Злата рассказывает про мультики, и нам захотелось поподробнее узнать у нее об этом. Что тебе помогает идти к цели? Ну, помимо того, что я сама очень, ну, как бы, загорелась эта идея, я постоянно вот пишу, рисую. Человечка рисовала. Мне очень помогают мои родители, потому что, знаешь, я когда в школе вот с кем-то разговариваю, вот учителя вот, ну, уже спрашивают, на кого я хочу поступать, кем хочу быть. Вот, когда я называю профессию, они так на меня смотрят странно. И первый вопрос бывает, а мама знает? И да, мама знает, и мама меня поддерживает. Это очень приятно и хорошо. Какие плюсы и минусы ты можешь выделить? Творческая профессия. Ну, для меня это особенно классно, потому что я могу, ну, не только, как бы, рисовать, я могу еще и какие-то свои истории туда в... То есть и писать, и рисовать одновременно, это вообще бомба. А из минусов, ну, вот я когда готовилась вот к конкурсам разным, это постоянно сидишь на компьютере и рисуешь, и вот монотонные действия повторяют очень много раз. Но это усидчивость развивает тоже. Сейчас Злата старается принимать участие в различных творческих конкурсах, которые помогут ей в дальнейшем осуществить мечту. Она уделяет много времени рисованию и познанию чего-то нового в мультимедийном мире. Можно смело заявить, Злата целеустремленный и уверенный в себе человек, который достигнет высот однозначно. Как ты думаешь, какими важными качествами должен обладать мультипликатор? Ну, помимо творческого такого, ну, это для всех в творческой профессии нужно, я бы сказала, что для мультипликатора очень важно уметь замечать какие-то вот маленькие жизненные моменты. Вот там идёт ворона и смотреть, вот какая у неё особенная походка. Вот постоянно что-то замечать и как бы записывать себе, потому что ты должен передать движение очень реалистично, чтобы это было похоже на жизнь. Если ты станешь мультипликатором, что бы ты хотела рисовать? Хотелось бы, чтобы моё хотение совпадало с тем, что я буду делать, потому что, ну, понятно, что как-то вот я закончу институт, у меня сразу не будет таких возможностей, что взять, и всё, это моя студия, ребят, приходим, работаем. Понятно, что я какое-то время буду на кого-то работать, но у меня есть как-то свои идеи, я хочу снять свой мультсериал, я пишу, ну, как бы придумываю сценарии. Я бы не хотела, чтобы это было что-то такое поверхностное. Думаю, надо о чём-то глубоком знать, что такая работа всей жизни. Спасибо за интервью. Мультипликатор – необычная и очень интересная профессия, которая помогает раскрывать таланты людей и радовать их своими уникальными фильмами. Анна Кондрашова – специально для программы «Ирасик». Все любят спорт или, по крайней мере, уважают. А у некоторых даже есть к этому особый талант. Талант можно открыть в себе и на досуге. К примеру, если чаще играть в футбол, то могут и правда открыться способности к этому делу. И вот тогда уже важно направить свой талант в правильное русло. Совсем недавно во Владикавказе открылась первая академия футбола, в которую с радостью за новым опытом поспешили юные таланты со всей Осетии. Футбол – это игра, на которую смотрят с удовольствием. Мальчишки с детства равняются на уже взрослых, талантливых и очень перспективных футболистов со всего мира. Подражают им, повторяют их финты, соревнуются в набивании и сами мечтают вырасти и стать знаменитыми и известными. Нравится ли тебе подражать знаменитым футболистам? Да, конечно. Почему? Я берусь с них в пример, подчисляясь таким же футболистам, как и они. Есть футболист, на которого ты хотел бы быть похож? И кто это? Да, защитник футбольного клуба Ливерпуль. Ван Дейб. Наверное, Неймар. Игрок Борис Сен-Жермен, Неймар. Он очень техничный, очень сильно водит мячом. Мне нравится, как он играет. Сначала может показаться, что это легко. 22 игрока бегают по полю, перейдут мяч от одного до другого игрока, бегут к воротам и гол. Многие с детства занимаются футболом, а тут спорту всего себя, но ничего не добиваются в будущем. Один из сотни выбирается из обычного любителя футбола, настоящего спортсмена. Знаменитыми становятся единицы. По каким критериям происходил отбор в Академию? По футбольным качествам, присущим этому возрасту. Были несколько этапов, по которым мы их отбирали. Как тебе кажется, какой спорт самый трудный и почему? Футбол. Почему? Во-первых, нужна голова. Надо быстро принимать решения в трудных ситуациях. Надо видеть поле. Самый трудный вид спорта – команда, я думаю. Футбол, хоккей. Нужно иметь взаимопонимание. Нужна командная игра. Сильно надо стараться. Среди миллионов очень трудно выбиться в единицы. А кроме футбола, есть спорт, которым ты периодически занимаешься? Нет, так что. Раньше в Осетии не было возможности развиваться. Приходилось искать перспективы в крупных городах. Но в этом тяжелом для всех году открылась Академия футбола «Алани». Приоткрылась новая ступень в мир футбола. Работа идет от первого дня, я так скажу, от отбора, от отбора и заканчивая уже выпуском. И на протяжении всего этого пути ты познаешь все азы как тренер, ну и дети как игроки, они познают все тонкости игры. В Академии есть все необходимое для комфортного проживания. Будущие спортсмены не бросают учебу. Специальный автобус возит в школу номер 17, где юные спортсмены развивают мозги, моторику, изучают историю, математику. Футболистам нужны не только выдержка и хорошая скорость. Они должны знать основы точных наук и неплохо владеть языком. После школы у ребят тренировки. И так 5 дней в неделю. Соблюдают ли ученики Академии диету? И есть ли у них определенный список продуктов, которые можно употреблять и которые нельзя? Ну, конечно же есть. Здесь в первую очередь есть люди, которые этим занимаются. Но для меня, например, здесь есть меню, есть меню, в котором дети и игроки, каждый игрок, он соблюдает эти правила Академии. А где тебе легче играть? На тренировки или когда на тебя смотрят зрители? На тренировки. А почему? Тренировочный процесс, он придает удовольствие. При зрителях нервничаешь, боишься ошибиться. Без разницы. Когда зрители, даже иногда в умении не бывает. Но так, если поддержка бывает, тогда легче. Академия футбола дает возможность готовиться к важнейшим событиям жизни, преодолевать трудности и, возможно, искать новые пути. Лана Кайтмазова специально для программы «Эрасик». Ну, а мы с Арсеном предпочитаем посвящать свое свободное время «Эрасику». Именно поэтому вдвойне приятно, когда для твоего хобби делают отдельный праздник – Всемирный день детского телевидения. Все мы любим праздники, поэтому спешим вас обрадовать. Сегодня 13 декабря, тоже праздник – Всемирный день детского телевидения. И мы, корреспонденты «Эрасика», имеем к нему прямое отношение. Детское телевидение, оно более доброе. Взрослые постоянно пытаются рассказать о каких-то сложных темах, каких-нибудь преступлениях. Дети же, наоборот, пытаются развеселить народ. Именно поэтому детское телевидение более откровенное и более доброе. Праздничная дата была придумана представителями детского фонда Организации Объединенных Наций почти 30 лет назад. Это общий праздник взрослых и детей, работников телевидения и не только. Детское телевидение даже намного интереснее, чем взрослое, так как сейчас в взрослом телевидении в основном обсуждают не то, что хотят обсуждать, и не затрагивают те самые темы, которые по-настоящему в жизни нужны. Детских программ достаточно мало, особенно хороших детских программ. Многие делают их совершенно без души, просто как копирка. Их больше и больше только лишь для выгоды. Те, кто действительно делают их с душой, те будут очень копотливо ее собирать. И таких очень мало осталось. Мне кажется, что в детском телевидении больше искренности, потому что взрослые обычно прячутся за цифрами, за аналитикой, за статистикой. А дети, они открытые и за ними интереснее наблюдать. У нас много друзей-журналистов. Не только из России, но и за рубежом. Мы часто делаем с ними совместные сюжеты. Интервью с ними вы можете увидеть прямо сейчас. А вот детское телевидение делает больше всего радостными именно детей. Детское телевидение – это программы для детей, где ведущие дети. В программе детское телевидение стать телеведущим очень сложно. Надо иметь ум, выигрывать много конкурсов и контактировать с речью. Почему я стал журналистом? Если я скажу то, что я поступил по приколу, я скажу правду, но чтобы сделать ответ более интересным, это для путешествий, для очень многих интересных вещей и много того, что я, может быть, не увижу в своей обычной жизни. Детское телевидение – это программа, которая развивает мозг детям. Эту программу смотрят мой брат и моя сестра, которым 5 лет, чтобы стать телеведущим, нужным опытом. Вы еще спрашиваете, зачем нам нужно детское телевидение? Спрашивайте. Оно нам нужно, чтобы развивать ум и речь. Зачем нужно детское телевидение? Чтобы оторвать детей от интернета. Осознаю, что мы это пишем в интернете. Сейчас я узнаю, что об этом празднике думают корреспонденты Эрасика. Журналистика сейчас в основном, ну как бы, я бы сказала, как так мягко сказано, неискреннее. То есть люди, все основано на игре и лжи, и в основном это неинтересная и скучная уже, можно так сказать, слишком даже наигранная вся она такая. А хочется, чтобы мне было больше человечности. Программ-то достаточно, а вот качественных детских программ, это надо поискать, потому что, когда я была маленькая, я много чего смотрела, но мне не все нравилось. А если бы у тебя была своя программа на телевидении, как бы она называлась и чем бы она была? Ого, вот это вопрос. Так, она была бы о путешествиях. Да, я знаю, что сейчас много программ о путешествиях, но... Ладно. Вот, и называлась бы она... Я не знаю. Во всем мире детское телевидение набирает обороты. Телевидение, которое делают дети сами, придумывают сценарии, программы, снимают их, монтируют. Это очень светлый и творческий праздник. Он служит напоминаниям взрослым о том, что они тоже когда-то были детьми. И, возможно, в будущем маленькие журналисты и зрители тоже связывают свою жизнь с ТВ. У меня, конечно, очень много воспоминаний. Работаю корреспондентом в школе юных журналистов «Райсик». Но, в первую очередь, это веселые, интересные съемки, и я к ним подходила очень ответственно. Работа корреспондентом в школе юного журналиста «Райсик» запомнилась мне небывалой возможностью заново открыть окружающий себе мир и открыть какие-то новые грани в себе. Потому что ты смотришь на банальные темы, которые тебя окружают, совсем под другим углом. Под углом того, чтобы рассказать и донести информацию интересную, которая тебя и заинтересовала зрителям. Детское телевидение – это очень интересно и круто. Праздник относится не только к детям, но и к тем, кто делает это телевидение. Актеры, режиссеры и еще множество профессий. Амина Ладачи, специально для программы «Райсик». Надеемся, что пока вы смотрели нашу программу, вы нашли кучу интересных занятий. Именно поэтому мы с чистым сердцем можем сказать, что в эфире были Арсен и Анна. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова